С Казанью связаны многие великие поэты и писатели русской литературы. Этот город на берегу Волги привлекал внимание таких деятелей культуры, как Гаврил Державин, Александр Радищев, Александр Герцев, Николай Некрасов, Михаил Салтыков-Щедрин, Тарас Шевченко, Лев Толстой, Максим Горький, Владимир Маяковский и многих других великих авторов тех лет. В сентябре 1833 года Александр Пушкин посетил наш край и пробыл тут ни много ни мало два дня и семь часов. Несмотря на столько коротковременное пребывание, эта поездка послужила началом установления прочных связей, которые впоследствии стали нитью, связавшие его с другими литераторами вплоть до последних лет жизни Пушкина. Сегодня, 6 июня, исполняется 225 лет со дня рождения нашего светилы, нашего солнца русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина, нашего удающегося поэта, писателя. Несомненно, Александр Сергеевич побывал во многих городах нашей страны, в том числе побывал и в Казани. Находился он в Казани с 5 по 8 сентября 1833 года. Целью его визита стал сбор исторических фактов о восстании крестьян под руководством Эмильяна Пугачева. Он писал историю Пугачева и решил лично осмотреть места сражений, а также, что немаловажно, пообщаться с простыми людьми, которые могли что-то рассказать о тех временах. Несмотря на то, что прошло почти 60 лет, Пушкин надеялся найти очевидцев тех событий. К тому же, он знал, что архивы Казанского губернского правления, где хранились документы, сгорели во время страшного пожара 3 сентября 1815 года. Тогда огонь уничтожил около полутора тысячи казанских домов. В Казань Пушкин приехал в 12-м часу ночи, 5 сентября. Въезжал он со стороны Ягодной Слободы и остановился в гостинице дворянского собрания. Здесь Пушкин неожиданно повстречался со своим другом юности, товарищем полицею, поэтом Евгением Боротынским. Александр Сергеевич выезжает в различные города Российской империи, встречается с очевидцами Пугачевского восстания. Причем свою работу он первоначально называет историей Пугачева. Но правительству это не нравится, потому что, как это так, мы будем писать историю бунтовщика, человека, который потусился на нас, на самодержаве, на царей, на императоров, писать историю непосредственно. Этого человека нельзя, нужно писать именно историю Пугачевского бунта. На следующий день Пушкин первым делом заглянул в черную тюрьму, которая находилась в подвале губернской канцелярии, совсем рядом с Казанским Кремлем. Сюда в 1773 году привезли в Кандалах арестованного Емельяна Пугачева. Откуда он сбежал? Сукон и Слобода известны тем, что свое наступление на Казань в июле 1774 года Пугачев начал именно в районе Шарной горы. Первое время предводитель восстания прятался в Суконной и Кирпичных Слободах, а после отправился в Раскольничий скит на левом притоке Волги. Поэтому Пушкин направился в трактир Горлов-Кабак в том районе. Он получил ценные сведения о взятии Казани пугачевцами в ходе разговора с Борисом Бабыниным, который передал ему рассказ своих родителей, очевидцев тех событий. Несомненно, он проводил колоссальную архивную работу в архивах и институциях подобных в Санкт-Петербурге, в других городах. Но самое главное для него, конечно, было встретиться с участниками этих событий. Они на тот момент еще были живых, непосредственно с очевидцами. Это очень такой правильный, на мой взгляд, действие, потому что я сам как историк понимаю, что работа непосредственно с источками личного происхождения, в частности с устной истории, она обогащает и делает работу историческую более полную. Вот поэтому как раз таки Александр Сергеевич выезжает в различные города Российской империи, встречается с очевидцами пугачевского властания. В доме тести Евгения Боротынского, а именно Льва Энгельгарда, Пушкин познакомился с Карлом Фуксом, профессором патологии и терапии Казанского университета. Эта встреча стала для него значимой, ведь ректор Казанского университета рассказал ему все, что знал о взятии пугачевцами Казани и познакомил его с купцом первой гильдии Леонтием Крупенниковым, который непосредственно был участником тех событий и оказался в плену у разбойника в 1774 году. Ему тогда было 19 лет. Карл Федорович тоже оказал большую услугу Александру Сергеевичу. С чем эта услуга связана? Она связана с тем, что Фукс был замечательным врачом. Он лечил огромное количество человек на территории нашего города, выезжал за пределы, конечно, города. И он встречался с огромным количеством людей, у него были хорошие знакомые, причем как в старобряческой среде, так и в татарской среде. И многие из представителей этих сообществ, они были очевидцами или участниками вот этого всего пугачевского восстания, тех событий, когда Пугачев непосредственно прибыл сюда и решил взять наш город, но ему это сделать не удалось. И вот Карл Федорович непосредственно связал Пушкина с очевидцами данного события, со старожилами. И Пушкин взял у них интервью, можно сказать, опросил их и получил довольно полезные сведения, которые потом впоследствии использовал. Около 6 часов 30 минут утра 8 сентября поэт выехал из Казани в Симбирск. Его провожал приехавший рано утром из Каймара Евгений Боротынский. При расставании Александр Сергеевич подарил ему свой портрет работ художника Жозефа Вивьена. Впечатления Пушкина нашли отражение в его письме жене, датированном 8 сентября 1833 года. «Здесь я возился со стариками, современниками моего героя. Объезжал окрестности города, осматривал места сражения, расшифровывал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону». Резида Каримова, Александр Антонов, Универ Новости.